богом всем привет спасибо спасибо катя спасибо всем спасибо что позвали пригласили меня зовут марина я алкоголик вообще не должна была сегодня спикерить на своей любимой домашней группе которая называется ковчег думала ну ковчег это это моя домашняя группа я всех знаю всех люблю мне сейчас будет нормально есть что рассказать и сейчас я себя нашла там что я волнуюсь таком состоянии что я волнуюсь у меня тут все дрожит почему сейчас объясню когда мне написала наша анонимная сестра что спикер отказался я подумал что надо найти другого спикера потом когда она мне предложила в общем с того момента как она мне предложила моей голове я начала спикерить я спикерить я просила боже пожалуйста помоги мне перестать это делать сейчас потому что мне нужно это делать 8 часов вечера на группе я ничего не могла с собой поделать причем что у меня даже получилось немножко поспать и я даже во сне спикерила вот что хочу сказать поэтому я все сказал кого не было я не виновата ну ладно и теперь серьезно для тех кто меня не знаю да несмотря на то что я на домашней группе я немножко поделюсь кто я что я откуда и с чем я пришла в анонимные алкоголики я пришла разбитым человеком разрушенным два года девять месяцев и 14 дней назад я пришла не в я пришла в реабилитационный центр да потому что к тому моменту я уже не могла справиться со своим говорится состоянием я не понимала что происходит на весна что я понимала это что мне нужна помощь я как-то говорила в своей одной какой-то из пикерских может и не в одной что я тот алкоголик хронический безнадежный которая не стала алкоголиком а которая родилась скорее всего с этим заболеванием опять же о том что это заболевание я узнала потом до определенного момента алкоголь был моим другом и мне во многом даже помогал за что ему безмерно благодарна да и я даже сейчас могу сказать что я я благодарна алкоголю за то что я сейчас здесь в анонимных алкоголиках и могу сказать что я марина я алкоголик кто-то это считает абсурдным я много слышала кто-то говорит я не рад что я рада что я алкоголик потому что я познакомилась с новой программой не с новой программой я познакомилась инструкции для жизни это то что я 37 лет своих я 37 лет пришла программу я реально не понимала как не жить в реальности я боялась этой реальности и я не хотела ее воспринимать весь мир все люди все вокруг меня было мне настолько чужим и это начиналось это началось самого детства ну вот с того момента как я себя помню еще маленькой да и вот я попала в центр я была там месяц все говорили об этой программе до первое впечатление от нашей молитвы которые услышал на группы но что это секта да так как я была более-менее религиозным человеком я считала что тема бога для меня уже пройдена потому что я пробовала не мне это не помогло и вот тогда я почувствовала совсем такой знаете момент был как безнадёга да у меня была какая-то надежда вначале когда я пошла в этот репцентр а потом когда я услышал что там говорят о боге моя надежда рухнула ну как вы понимаете что-то меня зацепило потому что у меня в чат без не было да и потихоньку потихоньку я начала выздоравливать и все таки я хочу коснуться вот этой темы семейные отношения до коснуться ее именно с детства у меня я родилась в украине семье где папа алкоголик мама вечно борющаяся с его алкоголизмом и не только его потому что на тот момент это был уже второй муж который тоже алкоголик да и вот этот постоянная борьба но я застала вот эти отношения и как я вообще воспринимала вот это вот семейные отношения вообще слова семья да у меня не было примера нормальной полноценной здоровой не знаю как сказать семьи у меня был пример отношений деструктивной семьи да вот это вот мама вечно борющаяся с пьяным папой вот эти вот походы ночные по улицам прятаться в мусорных тех самых баках от буйного папы зимой в ночнушке в одной да ну это я я помню я то что я помню до будучи маленькой бесконечные драки бесконечный вызов милиции полиции милиция да вот эти вот все разборки и знаете что помню я помню что я очень завидовала своим одноклассником одноклассницам у которых у которых была нормативная семья я не знаю может они тоже там дрались может быть в эти в эти годы все все так жили я не знаю но я ведь я видела когда там ну там школу приходили на на какие-то собрания или концерты мамы папы и вот это вот отношение к детям у меня такого не было я даже помню что праздник 8 марта приходили поздравляли мам мне некого было поздравлять то что моя мама не приходила на такие праздники я даже завидовала завидовала и тогда уже в детстве у меня закралась такая мысль что я сделаю все для того чтобы у моих детей была полноценная семья так как я ее себе представляла на тот момент и вы знаете я эту мысль пронесла вот реально до 37 лет я ее несла и очень много ну и как не то что много были попытки там если я допустим с кем-то встречалась там я сразу забегала наперед и представляла как будет выглядеть вот с этим человеком например моя семья например когда я была еще маленькой девочкой да и вот только вот там появились какие-то женихи я вам честно скажу я а мне кто-то нравился я оплакивала всех этих парней потому что я знала что они не будут моими мужьями я прям рыдала что вот и вот блин не повезло да то есть я же не могу за всех там выйти замуж да или совсем я еще будучи ребенок 9 лет 11 я не помню я прям оплакивала их что этот не станет моим мужем потому что у нас не будет семьи но от настолько больная голова и опять же подходить к выбору моем понимании нормальной семьи нормальных и семейных отношений это был у меня целый проект такой в голове который у меня зародился еще в детстве когда я себе сказал что у меня так что на дети будут только от одного папы да и у моих детей будет папа в общем так оно и было так оно и было какое-то время и вот хочу просто уточнить что это мой опыт и те кто меня уже знают да что как сработало на моей жизни программа как у меня все очень скоропостижно и я бы даже сказала прям чудным образом все изменилось да но это не значит что это только мой опыт это не значит что я к этому стремилась и прям вот умышленно это все дело нет я была замужем и я была замужем официально 15 лет не официально мы жили 20 лет прожили с бывшим мужем и вот как выстраивались эти отношения в семье да то есть мы оба два алкоголика и уже в последнем последние годы у нас настолько была разруха что и ну в общем это уже не можно невозможно было назвать семьей это так два алкаша которые дерутся за бутылку да и каждый доказывает свое свою значимость в этой жизни кто главнее кто сильнее ну короче кто кого поборет тот и победил вот и и вернувшись три центра я во первых услышала в этом репцентре что это болезнь алкоголизм и выздоровление моего выздоровления нужно только мне и больше никому ни моим детям ни моему мужу ни моей маме ни папе никому это выздоровление не нужно никто не может мне помочь из людей и у меня прям зациклилась на этом что только мне и еще я услышала что я не могу никому помочь я не могу никого выздороветь да и когда я вернулась визуально вроде бы мой бывший муж там звонил в репцентр спрашивала как мне себя вести с ней тра-та-та но у человека не было идеи бросать пить да он себя не считает алкоголиком у него все как бы хорошо тут я приезжаю и говорю что вернее даже ничего не говорю конечно мне хотелось его сразу выздоравливать конечно меня перла и я хотела прямо ему кричать что есть выход что вот у меня получилось у меня ушла эта одержимость причем на второй день пребывания в репцентре это тоже было чудо для меня и мне хотелось конечно это все говорит но я услышала в репцентре что мы никого не выздоравливаем и тем более уже никого не спонсорили особенно из своих родных до главы обращения к женам я еще не дошла я приехала и мы где-то через неделю только со спонсором начали идти по шагам и но я себе сказала что я я слушала спикерские да по вот семейным отношениям там я себе сказала что я попробую я попробую восстановить и начать как бы просто начать заново с чистого листа да опять же вот эта вот идея что прошлое уже не изменить и все такое я начал пробовать да а как пробовать и что делать я я не знал и опять же вот по этим спикерским я слушала я задавала вопросы и часто слышал один и тот же ответ ответом ну похоже ты то есть закрой рот будь нормальной женой смотри за собой да 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 и все такое я делаю я честно пробовала я пробовала разговаривать и даже знаете получилось так что мы год прожили и у меня год был трезвости были всякие моменты он меня там выводил на на скандалы там пытался цеплять потому что ему не нравилась моя трезвость он это воспринимал но потому что он был в употреблении и мне это было понятно он это воспринимал как какой-то игнор он там не оскорблял всякими там типа ума все кто там пошла мой на путь истины стала ну всякое было да я что делала я после работы заходила домой перед дверью говорил господи пожалуйста пошли со мной да пошли со мной потому что я сама я как спичка да посмотри в мою сторону не так как я хочу и все я взорвусь и будет скандал и у меня получалось да вот это вот один из инструментов программы который мне дала спонсор бери с собой бога везде везде и всегда бери с собой бога и у меня это работало и прям получала что мы практически не ругал мы практически не ругались я не воспринимала его оскорбление там критику и все такое но я короче говоря продолжалось это где-то восемь месяцев до я пыталась выстраивать отношения и какой-то момент я почувствовала пусть это будет не знаю честно сама с собой ли или духовное пробуждение или какое-то осознание озарение не знаю что случилось я поняла что я не могу я не могу этому человеку дать не любовь не нормальные отношения и не жену заботливую ничего я не могу дать этому человеку потому что у меня от него была просто какая-то пустота то есть настолько чужой человек мне и с другой стороны мне было жалко я видела как он ну как он убивает себя да то есть я тоже понимаю что это смерть что это смертельное заболевание прогрессирующие я все это видео на нем и в один прекрасный момент я не сказал об этом просто сказала что мы поговорили и я сказал что у нас не получается и наверно не получится не то что наверное категорично по-моему это сказал на что он не спокойно сказал хорошо мы по поводу того чтобы разъехаться он сказал что он уйдет только тогда когда у меня кто-то появится вот так он мне сказал ну окей но так случилось что у меня кто-то появился у меня кто-то появился и этот кто-то опять же эти отношения начали развиваться очень быстро и вот тут у меня как сказать начало происходить вот это новое для меня неизвестное непонятное и можно так сказать наверное даже что я вообще не была готова к этому то есть я не планировала я не собиралась я даже в какой-то момент ну проживание там с бывшим мужем я говорила что когда он съедет в конце концов с этой квартиры я вообще никого заводить не буду то есть я уже была готова пойти в монашки потому что я думала что я нажилась уже во семейных отношениях не то что в монашке это конечно утрирую но просто вот меня никаких отношений вообще не хотелось я настолько полюбила свою трезвость и настолько полюбила свое состояние душевного покоя что ничего не хотелось вот ну опять же я же не контролирую свою жизнь да это не моя работа и так случилось что бог не послал человека который сначала как послал ну да послал причем как он не послал этот человек ко мне не проявлял никаких не знаков внимания ничего такое вообще на своей волне первое впечатление это впереди идущий да мой впереди идущий которому я обращалась по десятому не по десятому и не было никаких знаков внимания ничего он такое на своей волне когда он первый раз увидела вообще думаю какой напущенный он мне вообще не понравился думаю смотри какой короны не хватает вот да я его осуждала возмущалась но это было в начале трезвости конечно вот и тут получается что за пять дней пять дней там мы пошли погуляли один раз и он включает такую активность в мою сторону это как сказать но я бы даже сказал что это было давление какой-то со стороны я испугалась я испугалась и позвонила спонсору были слушал на меня дали он на меня давит я вообще-то еще замужем я живу как бы в одной квартире с бывшим мужем вот типа что мне делать я говорю он что боится а я ей говорю он что боится типа меня потерять и все такое я же вот вроде бы как согласилась не встречаться значит все все хорошо на что она мне говорит слышишь ты нормально вообще как ему не бояться если ты бросила мужа и ушла двоих детей забрала ну типа где где гарантии что с башкой своей дружишь да как он может тебя типа того что не переживать там или не бояться ну в общем дней 10 и мы уже сняли квартиру жили на другой квартире у нас уже начала строиться вот это вот семья семейные отношения новые причем настолько новые что когда мы заехали квартира была пустая да и а этот человек насколько я знаю он был вообще без отношений да ну в тот момент и и что я начала замечать этих новых отношениях это то что он притащил сюда с собой все свои те прежние как это сказать привычки что ли да и честно сказать поначалу меня это немножко бесило да даже элементарного такая вещь как мелочь но опять же это настолько больная моя душонка да что я на это обращаю внимание и меня это каким-то образом тревожит да вот он там купил покупали там моющие там все такое хомеры для кухни да и он купил мочалки такие как у него дома были мочалки а я моем другими мочалками и мне это вообще ну как-то не привык а я притащила оттуда свои привычки да и вот получается у нас такая состыковка он со своими привычками я со своими привычками да а эти 10 дней ну подождите познакомиться толком там как бы узнать друг друга мы-то знали друг друга год по программе там да он впереди идущий такой весь выздоравливающий меня это все устраивало а тут он со своими мочалками со своими законами со своего этого самого потом я стала думать блин вот у меня у меня закрался такой страх а вдруг не получится я реально боялась а вдруг не получится что я буду делать зачем я это все наворотила я начала возвращаться туда-сюда зачем а вдруг этому человеку будет плохо со мной вот зачем я ему вообще ну вот было много сомнений но с другой стороны у меня же была программа спонсор шаги выздоровления да и программа говорит что мы учимся поступать по-новому учимся поступать по-новому и вот это вот притирание дамы уже вот в августе будет два года нет в июле или по августе в августе будет два года как мы вместе вот что за эти два года новых отношений как они строились вот это вот притирание шло ну наверное мы ругались первую первый месяц раз в неделю стабильно а как а как мы ругались как это происходило не не было понятия сесть поговорить было понятие сразу высказать до расплакаться я не скажу что мы кричали друг на друга но это были эмоциональные такие вот вот такое вот потом рыдали помню он один раз даже собрался уйти и я конечно офигела сказала ну давай вот это ты последнее что ты в этой жизни сделаешь если ты сейчас уйдешь и все и после того я позвонил способом чуть-чуть разговаривать наверно как-то надо как-то нужно разговаривать я не знаю что ну как бы ну мы разговариваем причем при всем при том что мой любимый муж уже на сегодня да он не любит разговаривать самому любит разговаривать со всеми кроме меня он любит разговаривать сапожанными целыми днями и ночами со спос но вот со мной ну вот как-то нет вот он такой молчун да и вот я иногда пытаюсь читать, читать по лицу, по глазам, там, что он хочет, что ему надо, такая, вот, научилась, я сначала не воспринимала вот это вот его молчание, вот честно не воспринимала и думала, что вот реально это было для меня наказание какое-то, что он молчит, я вижу, что он что-то переживает, опять же, я вижу, откуда я это вижу, а может он такой и есть, а он на самом деле такой и есть, вот, и я вот это начинаю себе думать, когда там и все такое, и, ну, в общем, я всегда говорю так, если мне что-то непонятно, я обращаюсь к своей высшей силе и говорю, Господи, помоги мне смотреть его глазами, да, вот, посмотреть на эту ситуацию, ну, как бы с его стороны, потому что то, что я вижу, это бред бредячий, просто, мне всегда все кажется, я ему постоянно говорю, мне кажется, мне кажется, там, что-то это самое, мне кажется, а это на самом деле мне кажется, и я прошу, Господи, пожалуйста, помоги мне смотреть за собой, помоги мне наблюдаться за собой, что я могу сделать для этого человека, и вот они, те новые отношения, я хочу что-то делать для него, в тех отношениях, которые у меня были, у нас была борьба за первенство в этой жизни, да, вот, предыдущие отношения с мужем, постоянно были, я, во-первых, требовательная, да, я что-то сделаю, где моя благодарность, ты неблагодарный, я вот для тебя столько-столько, ты нихрена не делаешь, в ответ я слышала то же самое, это ты нихрена не делаешь, это ты, это ты неблагодарная, я вот для тебя, ты, 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 все, а я ничего не видела, что для меня происходило, в этих отношениях, вот это вот здравомыслие, да, которое Бог мне дал, и вот эту возможность видеть, слышать, да, опять же, слышать, я до сих пор прошу Бога, чтобы он мне помог услышать человек, потому что я не могу услышать, я слышу исковерканную версию, если я без Бога, я слышу вообще бред-бредячий, или то, что я не хочу слышать, или то, что я, да, хочу услышать, поэтому мне нужно постоянно обращаться к Богу, чтобы он помог мне услышать этого человека, или понять, или принять, или смириться, вообще классная штука, вот это вот смирение, да, и классное и тяжелое на самом деле, да, прийти к вот этому смирению, это очень сложно, и, ну, это работа, и получается, что там у меня были требовательные, да, к себе, то есть, дайте мне и побольше, и мне не додали, сейчас вы все у меня получите, а тут, я ловлю себя на том, что я хочу дать что-то, я хочу дать, я хочу заботиться, я хочу знать, что он там, ну, во-первых, мы же опять же познакомились, я не знала, что он там любит кушать, там, или там еще что-то, и вот это вот все-таки, такие вроде бы казалось мелочи, да, я вроде как выготавливаю, я не спрашиваю, да, что он любит, что он не любит, я выготавливаю, он мне в один прекрасный день говорит, «А что у нас все такое жирное?» И все, у меня уже резентмент, вы понимаете, все, я обидела, что значит жирное, да, я всю жизнь жрала эту жирную еду, потому что я голодовку пережила, то есть для меня это нормально, да, я так привыкла, и опять же, я все валю на себя, я, 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 а тебе жирное, и он мне говорит, позвони у мамы, спроси, как там что-то готовить, и все, и тут занавес, просто занавес. А в итоге, в итоге, ребят, пришло понимание, да, вот обращение к Богу, смирение, принятие к тому, что, а почему нет, почему нет, я в его отношениях с его родителями увидела вот эту вот, вот эту вот любящую семью крепкую, да, он дорожит их мнением, он дорожит, они для него авторитетные, да, ну, а почему нет, почему мне не, что мне трудно позвонить и спросить, тем более человек, который умирал от цирроза печени, да, у которого есть какая-то диета, мне что трудно позвонить, спросить, что он любит, ну, вот это вот мои предубеждения, да, слышишь, ты мне не говори, что делать, да, тара-та-та и все такое. В итоге я звонила, спрашивала, но сначала первое возилие, это было, конечно, да, это был удар по моему эго, по моему самолюбию и все такое. Вот, ну, вот это была какая-то притирка, где-то какие-то моменты до сих пор у меня мелькают, ну, понятное дело, потому что моя болезнь, она же не стоит на месте, она прогрессирует, но сегодня, сегодня именно я стараюсь смотреть на это по-другому, да, по-новому, а почему бы и нет, да, и прошу, Господи, пожалуйста, помоги мне услышать человека. Вот, не всегда, конечно, у меня бывает это, не всегда я могу взять эту паузу, да, и посмотреть на это с другой стороны, обдумать, позвать Бога и все такое, не всегда, но чаще всего в эти моменты я как бы далеко от него, чтобы ему сделать девятый, короче говоря, навредить, поэтому у меня есть время, время потом подумать, позвонить спонсору или анонимным и проговорить эту ситуацию. Вот, сегодня у меня в четвертом шаге нет, моего любимого человека, и сегодня у меня к нему есть только благодарность, безмерная, причем благодарность это на каждый день, на каждой дневной основе. Я никогда не думала, что кто-то, не то, что никогда не думала, в последнее время употребления я не думала о том, что кто-то может меня еще сделать счастливым, кто-то или что-то, да, то есть для меня уже не было никаких радостей, никаких, не надо мне ни денег, ни миллионов, ничего мне не надо, да, меня уже ничто не радует. А тут получается, что моей благодарности нет предела, из-за того, что я вижу, какое отношение ко мне, да, благодарность за отношения, за внимание, за понимание, за заботу. Слушайте, я могу долго рассказывать об этой заботе, да, ну, это уже лично интимное, но на самом деле у меня не было такого, у меня не было этого никогда, ни в каких отношениях, ни в самом раннем, насколько я там начала встречаться, никогда у меня не было таких отношений. Это для меня новое, это для меня интересно, и только с Богом, я боюсь туда ходить без Бога, потому что я как-то высказывалась на группе, что у меня посещают такие мысли, что вдруг там кто-то из нас сорвется, ну, все, это смерть. А посещают такие мысли, посещают, потому что, ну, страхи, да, то есть ушли одни страхи, пришли другие. Я правда за это очень боюсь, но я молюсь, я прошу Бога избавить меня от этого, да, от этих мыслей и оставаться здесь и сейчас. Вот, ну, всякое бывает. Сегодня мы живем дружно, и насколько я, насколько я опять же не вижу, а видят другие люди со стороны, да, и кто нас знает, там, была одна девушка подошла к нам и говорит, слушай, вы вообще когда-то кричите друг на друга? Вы, говорят, такие спокойные, ну, просто там, да, а я этого не вижу, мне кажется, что мы как обычно разговариваем. То есть для меня сегодня это нормально, это нормально, я уже по-другому не хочу. Вот, я не хочу вот этой борьбы за первенство, да. Поэтому только со смирением, только с Богом, с программой, со спонсором, с подспонсорными, с вами, со всеми. Спасибо. Я на сегодня трезвая и благодарная. Спасибо, что послушали. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Спасибо большое. Я до последнего ждала, что твой мужчина выпрыгнет в кадр и скажет, а теперь моя версия происходящего. Спасибо тебе большое. Друзья, прежде чем мы перейдем к вопросам, позвольте напомнить вам о седьмой традиции. Также я хотела бы обратить внимание большое на чат. Маша написала, что на второй раз и до сих пор не понимает, как эта группа может помочь. Возможно, будут люди, которые захотят поделиться, да, уже по окончанию собрания, по окончанию основного времени собрания в чайной, так называемой. Вот, но обычно мы приходим сюда услышать то, что мы сможем услышать. Так что добро пожаловать. Вот. Поздравляю всех с трезвым днем. И желающие высказаться, пишите в чате три единички и ваше имя или три двойки для повторного высказывания. Высказывайтесь. Желательно включить камеру. Если кто-то отмечает юбилей трезвого времени или хочет поделиться с нами любым сроком трезвости, вы также можете сделать это. Пожалуйста, выступая, помните о регламенте, о времени. Регламент 5 минут. В качестве ведущей я буду следить за временем и ставить таймер. Незадолго до окончания времени высказывания в чате появятся напоминания. Пожалуйста, обращайте на это ваше внимание. Если выступающий его не заметит, тогда получит голосовое оповещение об окончании времени. Пожалуйста, друзья, это возможность либо задать вопросы нашему спикеру, либо поделиться своим опытом по подобной теме. И первое у нас Оксана. Привет, дорогая. Добро пожаловать в твои пять минут. Спасибо, Катюш. Марина, чуть я тебя не вижу. Студию, пожалуйста. Спасибо, дорогая. Спасибо за опыт. Слушай, Марин, меня такой опыт интересует, потому что для меня ты в этом плане впереди идущая. по поводу ребенка, детей вернее. Ну, я знаю просто, что они у тебя от первого брака, и ты сейчас это говорила, то, что ты забрала. У меня вот просто только-только это начинается. Я-то замужем давно, да, мой тоже муж выздоравливает, ты это знаешь. Вот. А мой ребенок от первого брака, они только начали контактировать. И у меня вот, ну, то есть с моим мужем. И у меня тут вот страхи, да, страх. Естественно, я хочу все проконтролировать, чтобы они друг другу понравились, что понравились, чтобы не было никаких проблем. Я, конечно, стараюсь руки прочь убрать. Это не мои отношения, это между ними. Но все равно как-то что-то вот иногда прям вот тяжело бывает, когда особенно муж замечает какие-то недостатки моего сына, и он это с пользой, он хочет помочь. А меня прям вот прям ножом по сердцу и так далее. Я пытаюсь защищаться начинаю. Ну, типа этот ребенок так-то 8 лет вообще в употреблении с матерью рос. То есть там воспитания не было. А сейчас уже 14, тяжело уже что-то сделать. Ну, короче, как у тебя это было? Поделись, пожалуйста, опытом. Прям очень буду благодарна. Спасибо. Спасибо, Оксана, за вопрос. Но на самом деле очень такой щепетильный вопрос и для меня тоже очень болезненный. Потому что когда мы только начинали встречаться, да, он уже знал, что у меня дети, да, и все такое. И когда встал вопрос уходить от бывшего мужа, да, я не была уверена, у меня уже взрослые дети, и я не была уверена, что они пойдут со мной. А для мамы, знаешь, как это, ну, прям как серпом по сердцу. И в какой-то момент мне пришло такое, я не знаю, опять же, пусть это будет духовное пробуждение. Я приму любое их решение. Если, я, я даже решила для себя, что если они захотят остаться с папой, значит, так-то мой быт. Я там точно не останусь, да, я сделаю все, я буду общаться, я буду. Я была готова, короче, ко всему, вот эта готовность ко всему, и я была на 100% готова. Но так случилось, что дети решили остаться со мной. Слава Богу, я очень благодарна, я очень долго молилась. И поначалу, конечно, они его не воспринимали. Моя дочь до сих пор меня ревнует к нему. До сих пор ревнует. Вот, например, я, причем большая заслуга этих отношений, нормальных отношений, они уже потихоньку начинают к нему хорошо относиться. С уважением, с благодарностью, потому что он много участвует в их жизни. Пусть не морально, да, но материально, допустим, так, потому что они реально видят изменения, вот эти, как мы живем там и как мы живем сейчас здесь. На секундочку, я ушла оттуда с двумя сумками вещей за 20 лет совместного года, две сумки, а мой бывший муж продал детскую кровать двухъярусную, на второй день, как я ушла. Поэтому мы пришли в пустую квартиру, да, и через день там у них были и спальные места, и все остальное. То есть это точно не моя заслуга, об этом побеспокоился мой муж на сегодня. И они видят это, и они сегодня уже относятся к этому с благодарностью. И я больше скажу, что сегодня, например, вот Виталик был на работе во вторую смену, да, мы вечером, я пришла с тобой, мы заказали пиццу. И какое для меня было удивление, когда они сказали, надо Виталику оставить пару кусочков, это Виталику. Вот, насколько мне было прямо, ну, думаю, ну вот оно, да, Господи, спасибо тебе, вот я благодарю, я тут же благодарю, потому что, ну, это точно не моя заслуга, я им не говорила это, да, или там какие-то другие моменты. А вот ревность проявляется вот у меня у дочки до сих пор. Например, я пришла с работы, она мне говорит, сделай мне чай, погрей мне кушать, а я сижу, ни рук, ни ног не чувствую. А Виталик сидит за компьютером, работая с человеком, да, и Виталик мне говорит, сделай мне чай. Я встаю и делаю, он такой, а мне, а, видишь, какая ты? А, значит, как Виталик попросил, я говорю, слушай, ты, ну, как я с ней говорю, Аль, ну, ты целый день, как бы, ты же ничем не занята, ты можешь сама себе кричать, чай не сделать, да? Ну, это не потому, что я тебя не люблю, да, это, ну, как бы, человек попросил, ты же не будешь делать ему чай. Хотя, опять же, ну, мне еще и с детьми тоже надо получиться, да, этим отношением, потому что, вот тут я себя проявила, как, ну, как бы, на ее глазах, да, вот так вот, и она это восприняла как ревность. Ну, и до сих пор она мной манипулирует, там, если я грею ему кушать, ну, опять же, вот эта вот забота, да, я погрею ему кушать, потому что он так привык. А ей говорю, делай сама, да не потому, что я не хочу играть, я хочу какую-то самостоятельность, они целыми днями меня ждут с работы, ничего не могут себе сделать, да, то есть я им говорю о том, что вы уже взрослые, должны о себе, как бы, заботиться сами, то есть у меня, как бы, одно на другое, да, или я не могу им объяснить, или у меня что-то не получается еще, то есть я еще учусь в этом плане. Но я не заставляла их говорить, любите его, уважайте его, цените его, там, и все так, посмотрите, да, я ничего этого не говорила, я тупо молилась, и все. И было всякое, у них до сих пор конкуренция, они друг-друг ДДД показывают, вот такие вот, там, он дочку мою подкалывает постоянно, там, вот вчера буквально мы там гуляли, она, она что-то не помню, что-то сказала, типа, ну, так, съерничала, типа, бы если поехали, я говорю, будешь так разговаривать, пешком пойдешь. И Виталий говорит, да, иди пешком домой, если будешь так себя вести. Она встала и пошла, а мы стоим, смотрим, куда она идет, и смеемся, да, нам смешно. Она пошла, пошла, ее уже не видно за горизонтом. Потом смотрю, бежит, бежит, и ко мне такая, а если бы я ушла? Ну, в общем, вот такое вот. Я ничего, я их не напрягаю, я их не заставляю, и было такое, что, например, меня нет дома. Да, Аля мне звонит на работу, мама, у меня что-то с телефоном, что-то там с компьютером. Я говорю, спроси у Виталика. Она, не хочу, не буду. Я говорю, ну, у меня нет дома, а Виталик в этом разбирается. Она подходит и спрашивает. Да, вот точно так же и сын. Ну, абсолютно нормальные отношения. Ну, они ходят к папе, папу они любят, и как бы я не настраиваю ни в коем случае, и не буду это делать. Вот. Ну, не знаю, кто она ответила, не ответила. Ну, как-то я отдала это Богу. Богу, и прошу Бога, чтобы он об этом позаботился. Спасибо. Спасибо большое. А если честно, я не понимаю, у каждого свой Бог, и каждый его понимает так, как понимает. У нас нет навязывания, привязывания, если ты об этом спрашиваешь, своего, не своего, как надо делать, как не надо. Мы не спонсорим друг друга, мы не... Ну, конечно же, я обращаюсь к... Он до сих пор остается впереди, идущий для меня. И я знаю, что больше моментов, больше некоторых моментов он лучше понимает, да. То есть на сегодня я уже где-то хочу программу понимать, да. И если мне нужно какое-то разъяснение, то я у него иногда спрашиваю, да. Ну, вообще, у меня для этого спонсора есть, как бы... Поэтому... Ну, вот как-то так. Мне тогда был вопрос от себя, как продолжение. Катя Алкоголичка тоже на эту тему, потому что надо мной Бог... Ну, видно, знаешь, что я человек очень больной, поэтому он дал мне человека независимого мужья. Ну, видимо, меня Бог любит больше, чем его, но уж так получилось. И мне всегда интересно, ну, я смотрю на людей, которые строят отношения тоже с алкоголеньками. Мне кажется, это просто как-то, ну, невероятно. Два сумасшедших дома, это, наверное, слишком. Так вопрос, ну, я не знаю, как бы, опять же, сравнивать, наверное, может быть, не очень. Но в чем какие-то нюансы жить тоже с больным человеком? Ты еще упоминала то, что не спонсорить друг друга. Я понимаю, о чем ты говоришь, но, может быть, про это немножко рассказать. И плюс у вас что-то, что бы мне, например, хотелось в моей личной семейной жизни. Происходит ли у вас утренние молитвы, медитации вместе? Или вы там разбегаетесь по углам, и там каждый по-своему. Поделись, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо за вопрос. Да, вначале мы прям вот прям по книге строили отношения. Вот прям пробовали мы вместе делать медитацию, молитву. Ну, не получилось. Не получилось. Сейчас, сейчас я тоже ловлю себя на том моменте. Вот с того, что мы пробовали делать вместе медитацию когда-то, да, молитву. Вот он больше любит читать. Он больше любит тишину. Я больше, он больше любит молчать вообще. Он говорит, где тишина, там есть Бог. Да. А я не могу. Мне на уши давит эта тишина. Мне надо дискотека 90-х. Тутс-туц. Мне, я хочу веселье, я хочу ха-ха. И все такое. И вот, ну, у нас так и получается, да, что у нас больше придурковатый это я. Вот. Потому что, ну, он более какой-то спокойный, что ли, уравновешенный. Не знаю. Вот. Но сейчас, вот я, кстати, заметила, ты напомнила мне про эту медитацию, да. У нас получается как? Вечером перед тем, как ложиться спать. Мы, ну, там, делаем там банные дела, да, выходим. И сразу же начинаем молиться вот так по обе стороны кровати, да. И, значит, он всегда начинает первую. И я потом такая, спасибо, что напомнил, да. Такая, хоп, встала, тоже молюсь. А потом я для себя, значит, взяла эту фишку как? Что я его жду, пока он выйдет с душа, да, чтобы помолиться с ним. То есть я его жду. Он выходит, мы молимся вместе. Потом, например, я там куда-то вышла, да, смотрю, он стоит уже молится. Думаю, ля, нормальный вообще. Я его всегда жду, а он меня не ждет, да. Вот сам по себе такой вообще отмороженный на своей волне. Да, вот стою и начинаю молиться. То есть у меня уже претензии. Я его жду. Да нифига я его не жду, это отмазка. Я просто забываю, а он мне напоминает об этом. Вот. Насчет того, что спонсорить, не спонсорить, я уже сказала, что я обращаюсь к нему по тем вопросам, которые мне непонятны. И если я не слышу спонсора, да, или там спонсор мне ответила, он все-таки любит об этом разговаривать. Единственное, о чем он любит со мной разговаривать, это о программе. Он может часами мне объяснять, разъяснять. И два круга традиций я прошла с ним, поэтому это, конечно, да, у него есть. И я научилась его слушать, потому что раньше у меня не хватало терпения. Ну, точно, будь здоров, он чихнул. Не хватало терпения. Сейчас я вот со смирением, с терпением, выслушаю, и прошу Бога, Боже, пожалуйста, помоги мне услышать его. Да. Когда его уже заносят там в этих объяснениях, я говорю, так, стоп, у меня уже гигабайт заполнен, я уже не воспринимаю информацию. Вот. И все. И мы опять начинаем молчать. Я научилась с ним молчать. Я научилась принимать его вот это молчание и тишину. Хотя иногда, конечно, меня до сих пор подкидывает это, потому что мне хочется поговорить. И я говорю ему об этом. Я говорю ему об этом, что мне тебя мало, да, вот как-то мало. Поговори со мной там, не знаю, о чем хочешь. Ну, вот. Он старается меня тоже слышать и говорить, ну, да, хорошо, давай поговорим. Хоть ему это и не хочется. Он любит почитать, полежать, поразмышлять, помедитировать и все такое. Вот. А я люблю потрындеть просто так. Вот как-то так. Поэтому спасибо. И, не знаю, ответила. Поделилась. Спасибо большое. Друзья, есть еще время. Я скорректирую до этого сказанное мною, что это время только для вопросов спикеру. И так что, пожалуйста, интересная, важная тема про взаимоотношения человек или со своим опытом, силами и надеждой. Пожалуйста, используйте это. Открыто. Там СОПа поставила единички. Не видела, где СОПа поставила единички. Вижу, да, СОПа поставила. Ну, правильно. Свою не видит, слышишь. Я уже как это, да. СОПа алкоголичка, как ни странно. У дараков мысли сходятся. На самом деле, Катя спросила то, что я хотела спросить. Но я переверну немножко. Я вообще считаю, что с алкоголиками... Так, начну сначала. Я считаю, что со мной жить невозможно. Ну, вот просто невозможно. Я вообще своим детям памятник, по-моему, при жизни поставлю. Собственноручно. Они почему-то утверждают, что я хорошая мама. Я до сих пор не могу понять, за что. Если бы это от тебя зависело... Опять же, я все пытаюсь как-то выразить мысль, я никак не могу выловить. То есть, если заводить отношения в сообществе или не заводить, вот в чем вопрос. Я пыталась короче как-то сформулировать. У меня же я Скворцова жду просто-напросто. Так что я все вот... Такой жизненный вопрос важный. Спасибо. На самом деле, большое спасибо, что пришла. Большое спасибо, что подменила. И тебе, и нашему ведущему. А потом уже на ответы на вопросы пишешь. Спасибо, Софья, за вопрос. Спасибо, что позвала меня. По поводу отношений в сообществе. Я скажу так. Опять же, в рецепте. Я услышала такую фразу в течение года. Рекомендацию. В течение года ничего не менять в своей жизни. Не заводить никаких отношений и т.д. и т.п. Не менять работу, не менять место жительства. Ну, это такая одна из рекомендаций. Почему? Я теперь понимаю, почему. Потому что я очень... Я очень разбита, я очень поломана, я очень больна. И этот год, это малая доля того, чтобы вернуться в какую-то реальность и почувствовать какое-то здравомыслие. Поэтому я на этом четко год стояла, да, и у меня прям было такое предубеждение, что это правильно. Почему? Потому что и сейчас я вижу это на опыте своих подопечных, на опыте других людей. Я вижу, что, ну таки да, мне нужно немножко, немножко протрезветь. И года, года, да, протрезветь не в прямом смысле, а получить вот это вот здравомыслие, да. И это не приходит сразу. Когда я писала, опять же, когда я писала свой сексуальный идеал, у меня там было, не помню, сколько пунктов, но один из пунктов был, что это будет алкоголик. Почему? Потому что, ну, я не знала, как писать свой идеал, да, вот первый мой сексуальный идеал, это был такой, да, там, красивый, некрасивый. Но это должен быть, был обязательно алкоголик, выздоравливающий, с восклицательным знаком. И почему я не вижу себя с нормативными людьми? Потому что они меня не понимают. Ну, они меня не понимают. Они меня не поймут, да. Как одна знакомая мне сказала, она даже не анонимная, просто нормативная знакомая сказала, у вас с ним общая цель в жизни есть, да, может быть, вы на этом и держитесь. Общая цель, учиться жить, да. Вот это вот. Может быть, это и так, я не знаю. Но нет такой рекомендации, Софа, заводить, не заводить. Делай то, что ты считаешь нужным, но будь готова к результату. И все. Будь готова к результату. Нет у нас никаких неправил там, не встречай. Это всего лишь рекомендация, да. А так вообще на самом деле, ну, делай ты со своим, это твоя жизнь, да. Ну, будь готова принять результат. Я вот своей подопечной говорю, что у нее там, не знаю, какой-то вопрос, она мне там написала уже ответ на этот вопрос. Я говорю, окей, если ты так решила, да, причем на трезвую голову ты приняла это решение, будь готова принять результат. А причем результат будет тот, который ты уже была там, да, и тебе же он не понравился, ты же не просто так оказалась в анонимных алкоголиках. И ты опять на трезвую голову принимаешь вот это вот решение. Я не готова была в этот год первой трезвости, может быть, потому что я услышала эту рекомендацию. Я реально всего боялась. На меня кто-то не так посмотрит. Я уже говорила в какой-то спикерской, что я была как человек без кожи, да, с которой содрали кожу и выпустили на улицу, да, и мне все больно. Мне все больно. А в каких отношениях может идти речь, если мне больно, я не знаю, там, чужой взгляд на меня посмотрели, мне нужно все болеть, дотронься и болеть. Ну, а каких отношений? Тем более непонимание, что какие отношения должны быть. Это сейчас я уже вижу немножко, немножко опять-таки вижу, что есть, есть такое, о чем я даже не могла подозревать. Я не видела это ни в своей семье, ни в семьях своих близких. Везде осуждение, везде какое-то, не знаю, там, а ты вот так не сделала, а ты это не сделала. Ну, вот я на это выросла, всю жизнь прожила. Да, то есть я не понимала, что такое нормальное отношение, что такое любовь на самом деле. Да, и, кстати, вот я как-то эту спикерскую вообще получила, что я ее завернула на только личные отношения. Да, но есть же у меня еще отношения с детьми. Я тоже их по-новому выстраиваю. Да, я очень, я забыла вообще про это сказать. Я тоже по-новому выстраиваю. И тоже иногда мне бывает тяжело, иногда у меня не получается. Но, опять же, результат видно потом, когда оборачиваешься и думаешь, «Ля, блин, а я че так, а че так можно было?» Да, не наорать на ребенка, а подойти и обнять. И когда мне дети сейчас пишут, Аля моя пишет мне стихи, просто так, не на какой-то праздник, а просто так. «Мамочка, самая лучшая, тратата», пусть не в рифму, но там смысл такой. Она никогда не накричит, она обнимет и поцелует, да. Я мечтать об этом вообще могла еще тогда, что мои дети будут вот так вот мне стихи писать, посвящать. Поэтому, опять же, тут ни секунды нет, ни капли нет моей заслуги. Это все только с Богом. И вот, я говорю, что многие спрашивают, ну, у меня там, вот, я забываю помолиться, забываю позвать Бога. Это первая рекомендация, которую мне дала спонсор. «Бери с собой везде Бога». Сейчас у меня, например, я тоже забываю. Я забываю, я прихожу на работу и забыла взять с собой Бога, да, или там еще что-то. Я себе подспела, напоминала какую-то такую. Виталик заказал где-то в интернете, тут значок, если видите, вот такое. Вот, и я его ношу постоянно с собой, это мне напоминало. Вот, да, остановись, позови Бога в любые отношения, в любые. С коллегами, с моими клиентами, с детьми. Вот, поэтому, если я забываю, у меня после короны память вообще отшибла. Ковид так на меня подействовала. Поэтому, вот, я сейчас себе понасыпляла напоминалок этих. Потому что я без Бога не могу. Без Бога я могу только все рушить. Вот эти вот отношения. И было такое тоже, да. В общем, вот как-то так. Спасибо большое. У Ольги есть вопрос, пожалуйста. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга, и я алкоголик. Марина, большое спасибо за спикерскую. Катя, большое спасибо за ведение. Вопрос у меня на самом деле, я его просто переформулирую. Я тоже хотела спросить про год, вот этот вот, который по рекомендации советует, ну, советует нам программа, да, воздержаться от каких-либо там выстраиваний отношений. Мне, в принципе, это понятно, почему это происходит. Потому что там человек меняется и так далее. И поэтому у меня вот вопрос какой. То есть, когда у тебя прошел вот этот страх, что, ну, вот, допустим, вот эти вот отношения, условно говоря, они там, как-то я их смогу, когда появилась уверенность, что вот эти отношения я выстроить смогу, то, что они, скорее всего, не провалятся в тар-тарары, да. И если есть такая даже возможность, понятно, что анонимно, поделись, пожалуйста, опытом, может быть, своих подспонсорных, которые эту рекомендацию не соблюдают до года. Чем это заканчивается, как часто, может, у тебя какая-то есть своя статистика или свои какие-то наблюдения по этому вопросу. Я понимаю, что он сильно перекликается с Софьей, но немножечко он все равно другой, поэтому спасибо. Спасибо, Оля. Я, когда появилась уверенность, никогда она не появлялась. У меня до сих пор нет уверенности, что я смогу построить эти отношения. Единственное, что я могу точно сказать, что сегодня, каждый день я прошу Бога научиться поступать по-новому. Я всегда хочу поступать по-старому. Я всегда хочу нагрубить, наорать, возмутиться, высказать свое мнение. Сегодня я хочу поступать каждый день, каждый раз по-новому. И только с Богом у меня это получается зачастую. По поводу того, что подопечный, да, был такой опыт, и не один, я знаю. Чем это заканчивалось? Это заканчивалось срывом. Срывом и очень долгим выходом из этого срыва. И я реально понимаю, почему так происходило, потому что, ну, это своеволие. Опять же, я не знаю, почему до года именно. Ну, это просто рекомендация. Это нигде не прописано у нас в большой книге. Но я настолько больная, настолько я зациклена на себе, настолько я люблю впадать в саможалость, вот это самобичевание, любите меня, да, есть какая песня, полюби меня такой, какая и есть, и все, мне пофиг. Вот. И я буду, я буду вот на этой больной волне, я буду только требовать, да. Пройдя программу, так получилось, что я прошла ее, ну, как прошла, пройдя программу, прочитав, про книгу со спонсором, дойдя до 12-го шага, я уже более-менее понимаю принцип этой программы, да, и что мне нужно делать. Мне нужно отдавать. Чтобы что-то получить, мне нужно отдать. Отдать это. И я стараюсь придерживаться этих принципов. Я хочу отдавать. Сегодня я хочу отдавать. Если еще два месяца трезвости, я бедная, несчастная, да, пожалейте мне, я два месяца не пью. Мне хреново. Ну, а какой отдача может и тереть? Конечно же, я буду только брать. Да я и ходила на эти собрания только для того, чтобы взять, но я хотела взять опыт, опыт других людей, инструменты, фишечки. Я, кстати, ходила и слушала там, если там какие-то инструменты, там кому что там помогает, притом, 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 я прям пробовала на себе. Да, если мне что-то помогало, я говорю, ну, класс, я это оставлю себе. Вот, поэтому, а в начале выздоровления, ну, какое я... Ну, я говорила только что об этом, да, что я очень чувствительный. Мои алкоголики очень чувствительный народ. И где-то даже до сих пор я думаю, что какие-то моменты, там, например, плохое настроение моего мужа, это всё из-за меня. Это я ему испортила. Это я ему что-то не сделала, да. И на этом меня больнуха разводит. А меня там нет вообще, да. А я хочу, чтобы я там была, да. Поэтому я на себя гребу. А я могу представить это в начале, да, новых отношений. Ну, я бы пошла пить. Я понимаю тех девочек, которые идут пить в начале выздоровления. Поэтому, ну, вот как-то так, Оля, с ней, я не знаю, ответила. Спасибо большое. У нас немножко времени, и есть ещё два вопроса. Маша спрашивает, как строить отношения с неалкоголиком? Он, допустим, коллекционирует виски. Рассказывать, что я бывший нынешний алкоголик? Или молчать? Коротенько, если можно, чтобы осталось время на ещё вопрос. Спасибо. Ага, спасибо. Можно строить и с неалкоголиком? И вот в чём, почему я говорила, что, почему у меня, я себе рисовала идеал, это только алкоголик. Потому что неалкоголик меня не понимает. Но если я буду строить отношения, допустим, с неалкоголиком, да, то я должна быть готова к вот этим вот всем. Я часто слышу, кстати, от своих тоже подопечных, что вот ты там уже неалкоголик, или там ты уже можешь чуть-чуть выпить, или там ты можешь выпить через год. Они там всё решают. Это от незнания. У нас в книге написано, это от незнания, от непонимания, да, алкоголизма как заболевание. Если человек проинформирован, а его, ну, хоть немножко, но нужно проинформировать, если это не алкоголик, да, объяснить ему вот так вот, спокойно сказать, я больна, вот, смертельным прогрессирующим заболеванием, это алкоголизм. И всё, я дать Богу. Дальше вот ничего, он просто должен знать об этом. Да, насколько мне это... Я, кстати, своему бывшему мужу поначалу, когда он мне там говорил, ну, я не сказала об этом, да, но я прилетела, он делал самогон дома у нас, да, то есть у нас постоянно был алкоголь и всё такое. Я его попросила, говорю, пожалуйста, не делай это дома. Ну, потому что я реально боялась. Я ему так и сказала, я не дам себе шанса, что я завтра не налью себе, или сегодня вечером, пожалуйста, не делай этого дома. Да, это единственное, о чём я тебя хочу попросить. Он мне сказал, да ладно, шо, оно даже не воняет, всё нормально. Я говорю, я тебя прошу, пожалуйста. Ну, вот просто представь, что у меня сахарный диабет, и ты сидишь передо мной, жрёшь торт, да. Ну, ты просто... А это для меня смерть. Это для меня я. Вот просто сделала ему такое. И он меня услышал, он перестал это делать дома. Вот. Поэтому, конечно, нужно поговорить и рассказать о самом... о самой болезни, о самом алкоголизме, как заболевание. Это важно. Это важно, человек должен знать. Всё, спасибо. Спасибо большое. И у Светика есть ещё вопрос, пожалуйста. Привет всем. Светлана алкоголик. Да, у меня такой вопрос. Но у меня ещё только я 4 месяца будет в конце месяца, как в программе. Вот. Ну, естественно, да, жду этого года. Ну, вернее, не жду года. 39-й день на сегодня трезвости. Вот. Да, вот этот вот по поводу... Спасибо. По поводу вот этого года, да. То есть у меня, естественно, очень много претензий к своему мужу сейчас. И он пытается... То есть я ему даже до этого всегда говорила, тебе не важно, в каком я состоянии. Главное, чтобы я была... Да, он так и говорит, что, да, ему надо каждый день меня видеть. А меня это раздражает. Ему пофигу, в каком я состоянии. Я в другой раз его видеть не могу, да. И, ну, вот такое, что вот, да, под контролем. И, как я говорю, я как собака, чтобы вот была рядом, да. Ну, то есть там... И причём это, когда только я выпью, я могу сказать всё, что я думаю по этому поводу вообще всегда. Вот. Вообще в трезвости я не ругачий человек. Вот. И мне спонсор сказал, то есть на очередную такую... Ещё четвёрку мы пока ещё пишем. До пятёрки, естественно, они дошли. Вот. Я очень надеюсь, что мне поможет. У меня такой вопрос. Мне спонсор сказал, отъебись от Валеры. Вот. Я извиняюсь за выражение. Вот. Вот как это сделать? У меня такой вопрос, чтобы не материться второй раз. Вот. Как это сделать? Отвалить от человека. Если есть такой опыт. Спасибо, Мариночка. Вообще спасибо всем за группу. Извиняюсь, что не... 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 Всех не поблагодарила. Я очень благодарю. Просто мы переезжаем сейчас на работе, переезжаем из дома в дом. Поэтому я отключаюсь. Спасибо большое за всё. Спасибо всем за вопрос. Как отвалить от человека? Я говорила вначале, что мне хотелось... Ну, хотелось начать выздоравливать своего бывшего мужа. Да, я столько всего узнала о программе. Я столько всего узнала о это. И мне так хотелось. Но только с Богом. Я просила, Господи, дай мне смирение. Смириться я ничем не могу. Я никак не могу изменить этого человека. Я не могу. Я могу только его принять. Да, Господи, дай мне вот это принятие и смирение. Да, по поводу того, что... Я не совсем поняла, кто кого хочет видеть. Да, что вот это как собака на природе. Но у меня, кстати, тоже было вот это вот выражение с моим бывшим мужем. Я ему говорила, я как овчарка на цепи. Да? То есть ты меня подцепил. И это еще в употреблении. Да, на цепь посадил. И я там не имею права ни шаг вправо, ни шаг влево. И меня это очень сильно раздражало. И дошло до такого, что в конце у меня уже ни подруг, ни друзей, никого. Не знаю, мне уже не надо было никуда выходить. Я себе тихонечко спивала из дома. Сама мне было нормально. Поэтому я не знаю. Опять же, есть один спикер такой хороший, которого я услышала. Она говорит, разговаривать ротом-ротом. Просто говорить. Да, спокойно, с любовью, с терпением, со смирением, с Богом. Идти и разговаривать. Просто разговаривать. И у меня это тоже заняло время. Заняло время. Вообще всему. Почему говорят год, не год, не знаю. Мне кажется, год это ни о чем. Это задача на всю жизнь. Потому что моя болезнь будет меня постоянно сбивать, делать мне подножки. И постоянно меня сбивать на ровном месте. Эго мое не спит. Эгоцентризм мой тоже не спит. И первая мысль у меня всегда хреновая. Вот. Поэтому только с Богом. И только разговаривать. Да, с любовью, с терпением, со смирением. Вот. По-другому я не знаю. Я не пробовала. У меня нет опыта. Вот. Поэтому как-то так. Спасибо, если ответила. Спасибо большое, дорогая Марина. Спасибо всем, кто участвовал, задавал вопросы, кто присутствовал. Я хотела бы узнать, есть ли здесь новички. Те, кто сегодня употреблял, я хотел бы высказаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.